Дорогие рыбы, с вами Александра и Собачки. Мы сделали расклад вам для вас на апрель. Пожалуйста, помните, что расклад общий и может прорезонировать только с некоторыми. Если что-то негативное попадается в раскладе, не принимайте это на свой счет. Если это не вам, значит сообщение не для вас. Желаю приятного просмотра. Дорогие рыбы, мы посмотрим с точки зрения прошлых событий, что привело к настоящему моменту и что можно ожидать в будущем. Карты нам расскажут, просто глядя с высоты птичьего полета. И я вижу, что карта совет, пятерка, чаш, казалось бы, такая карта сожалений, воспоминаний о прошлом, не очень приятных чувств, оглядывания назад, вместо того, чтобы смотреть вперед, является советом. То есть это, наверное, скорее всего, здесь, что не нужно будет делать. Потому что я вижу, что в прошлом счастье, которое вы себе строили, хорошие человеческие отношения, может быть, это был какой-то хороший коллектив на работе, что-то произошло в прошлом, которое отразилось на вашем сегодняшнем состоянии. Потому что у нас в центре стоит восьмерка мечей. Возможно, но вы-то каждый знает, что у него произошло в прошлом. Я просто стараюсь привести себя в состояние чтения этих карт, чтобы можно было проанализировать и вынести лучший совет для будущего. У каждого же индивидуальная ситуация. Оно выглядит так, что, конечно, у вас было счастье, и всё было прекрасно, и семья, и работа, и всё вместе. Но обычно, когда наступают десятки у нас здесь, с одной стороны десятка чаш, а с другой стороны десятка мечей, это говорит о чём-то, что должно закончиться рано или поздно. Даже что, видите, как интересно здесь получается, что хорошее должно закончиться. Это вроде бы все рады. И плохое должно закончиться. Но тоже нужно радоваться. Понимаете? То есть можно огорчаться от хорошего или радоваться от плохого, в зависимости от того, что вы из этого вынесли. Здесь ситуация такая складывается, что на фоне счастья и прекрасных отношений случилось что-то такое, как может быть потеря кого-то или чего-то человека, может быть измена, может быть это... Здесь, мне кажется, что больше всего, потому что у нас же здесь дьявол есть, это может быть связано, может быть связано со изменой, но мне здесь кажется, глядя на другие карты, мне кажется, что здесь всё-таки связано с какими-то пристрастиями и привязанностями, такими дурными, может быть, привычками, как к алкоголю или лекарствам, или, может быть, здесь такое заболевание психологическое, как депрессия, но это, скорее всего, не у вас, это просто, наверное, ну не просто, конечно, это очень сложно, это человек в окружении вашем, или это друг, или приятель, или это ваш родственник, кто-то из вашей семьи, потому что вы старались кому-то, кого вы очень-очень любите, очень долгое время помочь, вытащить его из этой ситуации, вы, наверное, испытывали большую-большую жалость к этому человеку, и, может быть, даже переживали за него больше, чем он этого достоин, иногда так бывает тоже, вы, возможно, может быть, верили, что вы можете кого-то исправить, многие женщины особенно так думают, что они могут исправить мужчину, редко на практике это получается, потому что каждый человек только может исправить сам себя, но, честно говоря, мое мнение, если бы каждый только и думал о себе, и исправлял себя, и возвышал себя, и тренировал себя, и развивал себя, то у нас бы вообще не было проблем, потому что каждый был бы развит и духовно, и физически, и всячески, и материально, и как хотите, если бы каждый заботился о себе, люди обычно не заботятся сами о себе, не заботятся, и позволяют этому дьяволу заботиться о них тогда, то есть они продают свою душу как бы этому дьяволу, и он тогда точно заботится, он высасывает из них все соки, и потом человек, который рядом, который любящий, страдает от этого, и думает, как бы я мог бы помочь своему, например, мужу или жене, как бы я мог его или ее вытащить из этой ямы, это могут быть долги, это может быть, я не знаю, воровство, это может быть, может быть кто-то в буквальном смысле попал за решетку, потому что эти мечи, они говорить могут об этом тоже, о тюремном каком-то заключении, потому что это может быть все связано с привязанностью или к деньгам, или к алкоголю, или к власти даже, иногда такое тоже бывает, и как результат может быть вызвать и болезнь также, то есть эта зависимость может тяжело закончиться в плане здоровья для человека, и вам, конечно, было это очень трудно наблюдать, вы, наверное, все старались сделать, вы, наверное, мечтали о светлом будущем, и вы думали, что, ну не может такого быть, конечно, мы эту привычку или это пристрастие, мы вместе победим, вы, возможно, старались, вы, возможно, пробовали убедить этого человека и ради меня, и ради семьи, и ради любви, и сделать так, этот человек, возможно, обещал, что да-да-да, я, конечно, я люблю, я сделаю, я сделаю, но на самом деле он не мог, потому что иногда руки этого дьявола такие сильные, такие крепкие, что из них вырваться невозможно, несмотря на то, что кажется легко, потому что на классической картинке там цепи, которые легонечко так лежат на шее у людей, здесь вообще нет цепей, здесь выглядит так, что на этой картинке, что душу просто они продали, и всё, то есть и всё, возможно, это какая-то измена, адалтер, да, здесь происходит на этой картинке, но дьявол стоит и доволен, он спокоен, он знает, что у него всё в руках, всё у него в руках, а на одной стороне любовь, на другой стороне, ну, убийственное огорчение, да, то есть это потому, что он может из одного состояния людей привести вот в такое другое, за что-то, за что-то, может быть, страсть или какое-то неимоверное желание чего-то неправильного, и вот это случилось в прошлом, в недавнем, и вы, конечно, наверное, я надеюсь только некоторые из вас, и кому это сообщение из этого набора карт в этом месяце, наверное, это те люди, которым это всего, больше всего и нужно, то есть извините, дорогие рыбы, если вы счастливы, и всё у вас хорошо, в этом месяце у нас сообщение вот для этих тех людей, которые испытали такие огромные перетряски, переживания и проблемы, мы здесь смотрим на дьявола иногда как чувство страха тоже, возможно, также у некоторого числа людей, может быть, были просто сомнения или подозрения в прошлом, не обязательно что-то в самом деле случилось уже, но, возможно, у человека были подозрения какие-то и сомнения, извините, я сказала десятка мечей, нет, девятка мечей я имела в виду, я просто оговорилась, подозрения и сомнения, обычно они в нашей голове иногда рождаются и ночью тоже, десятка чаш, это всё-таки чаша, это вода, это может быть сны, это может быть какие-то сны, которые пугают вас, потому что вы боитесь потерять то, что у вас есть, вы боитесь, что это так трудно, вы знаете, что трудно сохранить счастье и быть на самой высоте долго, вы подозреваете глубине души своей, что оно не может длиться так долго, может быть, это слишком хорошо, знаете, так хорошо, что, возможно, кажется, что это и неправда, то есть такое психологическое состояние могло у вас быть в прошлом тоже, потому что настоящим мы видим здесь восьмёрку мечей, человек, который может быть, поставил себя в эту ситуацию, когда он загнал себя самого между этими мечами, между этими своими мыслями и не хочет оттуда выходить или не может оттуда выходить, может быть, он переживает этот человек и может быть, даже необоснованно, иногда так бывает тоже, то есть иногда это бывают депрессивные какие-то состояния, которые возможно связаны с влиянием может быть очень негативных людей даже или из вашего детства или из семьи, что-то связано с семьёй здесь, потому что десятка чаш, негативные влияния, которые вы всё ещё из прошлого приносите в настоящее и это отражается на вашем поведении сегодня, то есть здесь, конечно, может быть очень много таких проблем, которые очень глубоко лежат в нашем сознании, которые установились уже как правило, знаете, когда у человека есть какие-то правила и программа в голове, мыслях, то он предпочитает, потому что это легче для нашего мозга идти по этому направлению, и вот он сразу что-то новое встречается, этот человек сразу его по полочкам раскладывает, ага, это так, ага, это так, и всё, и он это новое уже не видит как что-то новое, он это видит как старое, которое должно закончиться так, как оно закончилось в прошлом, но это не всегда так, нужно перестраивать свой образ мышления и быть открытым, потому что посмотрите, что происходит в будущем, в будущем здесь есть два шикарных шанса, один чаш мечей, чаш мечей, ой, смешно, один туз мечей, другой туз чаш, это я перепрыгиваю себя, мои мысли уже далеко улетели, а моя речь всё ещё за ними следует и не успевает, как вот похоже на вот эту девочку Жезлов, паш Жезлова обычно очень энергичный, очень быстрый, но он воспламеняется и потом погасает, воспламеняется, погасает, много дел начинает, ни одно не заканчивает, вот такое, будьте осторожны, потому что в ближайшем будущем вас ждут новые какие-то чувства, вас ждут какие-то новые возможности, но они могут быть быстро гаснущими, потому что всё-таки туз это только начало, это нужно прилагать силу, работу, чтобы что-то осуществить, но шансов у вас много шансов, похоже, что вы уже решили, что вам нужно уходить из прошлого, может быть, заботиться о себе больше, о своём пути в этой жизни и, возможно, оставить что-то позади из прошлого на то, что вы не можете повлиять, возможно, это и правильно, и какие-то новые начинания и новые шаги и новая информация к вам будет приходить, да, может быть, она поможет вам выйти из этого состояния, которое было в прошлом, может быть, вы сами, кстати, я думаю, может быть, кто-то из вас в прошлом сам избавился успешно, сражаясь с самим собой, успешно избавился от какой-то вредной привычки или от какого-то пристрастия, или от какого-то долга большого, или от человека, который негативный, и вот у вас, потому что вы это сделали, избавились от этого, вот у вас приходит на новое место и новые шансы, когда все ваше в душе, в голове, в теле, физически все занято другим старым хламом, получается, что не остается места и желания, и энергии на что-то новое, но здесь вы, похоже, решили пойти к другим берегам, к лучшим для себя, потому что эта лодочка, она плывет все-таки от неприятностей к чему-то будущему, по крайней мере, с надеждой на лучшее, и карта, мы знаем, пятерка жезлов, она всегда говорит о соревнованиях, то есть вы, может быть, и должны будете отстаивать свое какое-то мнение, или даже место под солнцем, знаете, то есть это может быть соревнование за работу, это может быть что-то, какое-то соревнование даже с самим собой, может быть, вы чего-то стараетесь достичь, изменить как-то свою внешность, или свое тело, или свое образ мышления, то есть вам приходится какие-то шаги делать все время, активные, и вот из этого состояния восьмерки мечей выходить, то есть вы из него выходите и прямо в поток попадаете, но будьте осторожны, потому что начинания могут быть краткосрочными, если что-то в самом деле серьезное и приятное вам попадается на пути, не сравнивайте его с прошлым, потому что у нас в карте совета стоит пятерка чаш, не сравнивайте это новое с тем, что было в прошлом, потому что оно может быть совершенно другим, а если вы будете сравнивать с прошлым, то вы тогда можете мимо этой возможности пройти, поэтому я вам желаю, дорогие рыбы, сконцентрироваться на будущем, если что-то было в прошлом, оставить его, не пускать в свою голову эти мысли, чтобы не оставаться в этой восьмерке мечей по стандарту, по старому шаблону думать и двигаться, нет, начинайте новое, у вас есть новые возможности, два туза, и энергия у вас появляется, откуда-то она берется, эта энергия, видите, эта девочка, ты даже не знаешь откуда, проснулся утром, о, хорошее настроение, могу делать то и это, вот это вам хороший повод идти, встречать свои шансы, идите и делайте, дорогие рыбы, я вам желаю собачками больших успехов, вы совершенно достойны этого нового и свежего чего-то, потому что, конечно, вы пострадали довольно-таки серьезно в прошлом, те, которые пострадали, да, я сочувствую вам и считаю, что у вас впереди хорошее будущее, хорошая энергия и, опять-таки, повторюсь, не смотрите на прошлое, как было в прошлом, потому что карта совет говорит, все, что новое, оно будет другим, не таким, не огорчайтесь, не обижайтесь, если вы на кого-то обижены, отпустите этого человека и эти обиды, если кто-то вас обидел, и смотрите вперед, потому что к вам идет навстречу что-то новое, может быть, такой паж жезлов тоже, это бывает иногда, новый интерес, да, в вашей жизни, с вами была Александра и собачки в этом месяце для рыб, мы сделали расклад на апрель, пока-пока, до новых встреч!